Нет. А у вас православные храмы есть там, где вы находитесь? Я сейчас в Москве, а сам в Белоруссии. В Белоруссии? На церковь моя. Это у вас батька Александр Григорьевич Лукашенко? Так точно. Понятно. А вы не скажете, как он сделал так, что ни одного видит там кавказской внешности, мы никого не увидели, проезжая по Белоруссии, как он мог этого добиться? А они не видят приоритета там? Ну, везде, куда они поехали. То есть даже те люди отказываются работать у нас? Ну, это во всем масштабе страны мы проехали были. И нигде этого не увидели. Нет, ну, скажем так, на тысячу человек один окажется, ну, может, три. Ну, я округлил, конечно, но в целом вот так. Мне сказали так, говорю, там что-то они сделали, какой-то полигон, тренировались с оружием, что-то такое было, может, убили. Он дал указание 24 часа, чтобы ни одного не было. Их всех сразу выдворили, экстрадировали. Да, у нас вообще-то единицы. Ну, в этом нравится. Я подарил книги ему, у меня от него благодарность есть. У меня свои книги. 38 томов вышло, я подарил ему. Ничего себе. Так, подождите, а вы, получается, у вас... Я нахожусь город Барнаул, Алтайский край, Лапкин Игнатий Тихонович, мне 81-й год. Моему дедушке тоже 83, правда. Так, вы в скайпе, знаете, разговаривать можно такую? Скайпа нет, к сожалению. А почему вы видите? Ему не трудно завести. Страничку заведите. И зарядите, Игнатий Лапкин. Вы на меня выйдете, я вам скину наши ресурсы, равных, которым нету в интернете. Во всем мировом интернете нету. Такое богатство. А что, вот, вкратце, хотя бы там... Ну, кратко, кратко, кратко. Мы строим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Такой нет деревни, нигде больше. Все сами делаем. Школу государственную, дороги, пруды. Все за свой счет. Государство ни рубля не дает, и мы свободно живем. Вот воскресенье это, вот сейчас, 3 июня, 3, сказать, ноября, будет бракосочетание, венчание. Брат у меня священник, храм сразу построили. У вас папы есть? Священник, брат мой родной. Нет. В службе вашей есть папы? Не пойму, что есть? В вашей вере есть папы? В вере? Кто есть? Ну, как вам, я не знаю, как правильно сейчас сомневаться вопросом. Мы православные. У меня матушки и батюшка, и все. Ну и все. У меня брат родной священник, батюшка, родной брат в храме. Мы храм построили сразу. Попы у вас тоже попов нет? Вы меня не слышите? А вам попы что это? Козлы какие-то или жеребцы, кто они такие? У меня брат родной священник. Батюшка, я уже... Знаете, как это называется? Вера этого, что все... Какая вера? Ну, православная вера, храмы открытые. Да. Ну, вы же щепоткой креститесь? У нас крестятся двумя, как Господь заповедовал. Говорят, старообрядцы, есть старообрядцы. И тремя... Я крещусь двумя пальцами. И мы всегда молимся двумя. Так мы привучены с детства. А знаете почему? Так принял князь Владимир. Один ответ. А правильно или неправильно никто не рассуждал. А я могу ответить, почему так? Ну, ответьте. Бог, Иисус и Троица. Ну? А на кресте кто умирал? На кресте Бог умирал? У меня на кресте даже распятия нет. На кресте кто умирал? На кресте. Иисус. Ну, Иисус, кто Он такой? Прародитель? Или последователь Бога? Бога человек, не последователь. Он единородный Сын Божий. Он сошел с неба. Пришел через Деву Марию, воплотился. На кресте страдало не божество, а человечество. А Вы задавали такой вопрос? Кто создал Бога? Бога никто не создал. Он вечен и безначален. Бога никто не создавал. Он бесконечный, вечный. И Святая Троица едино-неразделяя. Ну, вот такой вот вопрос. Это мы создали его? Или Он создал нас? Понимаете, вот Вы говорите. Вы выпивали сегодня, нет? Нет, совершенно нет. Просто... Ну, так Вы слова говорите совершенно неразумно. Я гляжу, как больной человек. А Бога кто сотворил? Да кто ж такой вопрос задает? Это совсем уже дурень какой-то. Да какой же Он Бог его создал? А кто его создал? А того, кто создал? То есть, Сатана запудрил мозги. Бог, я говорю, безначален. Он вечен. И Он сотворил мир. И вот в этой книге, которая называется «Святая Библия», здесь все написано. Вначале сотворил Бог небо и землю. А о Боге сказано, Он вечен. Имя Его Иегова. Сущий, то есть. Бог Сававов. Хорошо. А другие, например, какие-то существа на других планетах? Вот они не знали. Никаких планет нигде нету. Это все обман. То есть, мы едины. Мы едины. Есть ангелы, архангелы, Херувимы, Серафимы. Откуда Вы это знаете? Из Святой Библии я знаю это. Написано, Бог сотворил человека, Ева, Адама. А кто Ей написал? Вы заметите, я полпредложения не говорю, вы как невежда прерываете. Глупый тот человек, Библия говорит. Прошу прощения, я уважаю старых людей. Да не надо меня уговаривать уважать. Вы слушать не умеете. Бог сотворил мир. И написано, последнее творение было «человек». И далее Бог почил отдел своих. Что ты с собой сделал это? Разве можно это? Ну, кто тебя будет такой уважать? У мусульман за 1300 лет на 2 миллиарда ни одной такой не было. Чтобы курила женщина и в рот, в нос налепила себе. Разве это есть, чтобы во рту какие-то личные вещи были? Пирсинги эти. Кто умер за грехи людей и ждет людей с покаянием. Чтобы исправили свою жизнь. Для Бога жили. Вот самая радостная весть, какая может быть. Бог дает полную амнистию грешнику. Если он кается и идет его путем. Это очень сложно. Как вам встретить сейчас? Как вам встретить? Открыть. Открыть. Ну, вылазь оттуда. Поговори. Давай. Давай. Да, вы только можете разговаривать, чтобы ни одного мата не сказали. Ни одного скверного слова. Хорошо, да. Иначе вам будет стыдно потом. У вас есть какие-то духовные вопросы о душе, о вечности, о будущих судьбах страны и мира? Ну, да, в принципе. Ну, вот Библия святая нам отвечает на этот вопрос. Что Бог сотворил мир. Но первое счета, да, мы его согрешили. И в них, от их потомства, все люди грешники. Спустя пять тысяч... Что такое искушение? Скажи, пожалуйста. Искушение, что такое? Искушение, как появилось у нас на Земле вообще? И что такое искушение вообще? Я не разговариваю с тем, кого не видно. Сядьте прямо. Не ругаться, не курить и не пить. Так, поближе к микрофону. Я говорю, что плюс пью, плюс изменяю жене еще. И плохо себя очень веду в отношении к себе просто, а не к кому-то другому. Вы в храм ходили, когда православные? Да. Вы могли там достать Библию или Новый Завет хотя бы? У меня есть Новый Завет, Библия есть. Ну, так думаю, вижу. А вы можете показать? Сейчас нет, в данном моменте. Ну. Значит, нету. Нет еще. Хоть я послепил, но вижу, что там нет. Дома даже. Вы Библию... Я в основном читаю Новый Завет сейчас. Библия, в общем, там это... Сейчас, подождите. Тут разговариваете двое. Я не могу слышать. Читаю Новый Завет, Библия. Меня очень трудно понимают. Потому что там времена какие-то... Это... Спрошли, то есть они мусор поднялись. Ну-ка, там что понимать-то? Там история. Жили, воевали, грешили. Там русским языком. Перевод 1876-го года. Это такой был. Изначально какой был народ-то единственный? Единственный, первый самый. Какой был народ? Что? Какой народ? Народ был, как сначала какой? Вот так далеко. Слова сливаются, прямо непонятно. Адама и Ева. Какой преимущество? Слова народа. Еще не понятно. Как русские там, узбеки, кто там. Где? Евреи, но... Где? Ну, вообще, после Адама и Евы. После Адама и Евы сейчас на земле 2896 наций наречий. Но Бога избран только еврейский народ через Авраама. Бог так устроил. И поэтому евреи, это непобедимый народ. И с ним ничего никто не может сделать. Они захватили весь мир. Золото, юриспруденция, печать. Все в их руках. И, наконец, над миром будет один царь. Столица Иерусалим. И царствует будет еврей, с колена данного. И царствует будет 42 месяца. И тогда придет конец. Это 2000 лет назад написано уже. А Москва сгорит в один час. Откровение 17-18 главы. Да и хуй с ней, пускай горит на хуй. Там все деньги, там все наши деньги. Нигде нету. Это не в Ютубе нету. Нигде нету, чтобы так жарко было, как в рулетке. Разожгли духом блуда всех. Половина мужиков голая. Да подождите, вы меня поймите правильно. Я дома нахожусь... Да нет, нигде больше такого нету. Я еще раз говорю. Занимаются рукоблудием. Женщины трясутся неподобными органами. Это я против, да. Процентов 85 мусульмане. Я против, вот здесь. Ну просто, зачем же раздеты-то? Нигде притом нету. Нигде нету в интернете, в мировой сети. Только в чат рулетки. А я спрашиваю, а кто ее изобрел? И все пьют и пьют. Вот вы доказательства. Пьют, это геенский дух блуда. В смысле? Я что, не могу воды попить, что ли? Да можете пить. Почему-то нигде не пьют, только в рулетке. Нигде больше не пьют. Показывают... Потому что, не, понимаете, это долго общение, горло пересыхает. Да еще не разговаривали. Надо долго, много общаться. Мы сейчас расстанемся, вы выключите, вам не понравится. Но причина одна, дух блуда. Я готов. Нормально, можно говорить? Я вам отвечу на ваши вопросы. Расскажу удивительное и дивное. Первый вопрос. У вас такая книга есть? Книга есть такая у вас? Это Библия, но я знаю. Там написано, за всякое слово человек даст ответ Богу. Да не сходят из утвас скверные. Это слова, которые Бог нам дал. Мы считаем кредо, Никео-Сареградский символ веры. Веруй во единого Бога Отца Вседержителя, Творца Неба и Земли. Видимо же всем и невидимым. И далее говорится... Верите, слово Бога, да, говорите, верите? Хорошо. Вы сядьте... Давайте возьмем в церковь и посмотрим, сколько там икон. Вы сядьте лицом. Что я на вашу ширинку смотрю? Половой орган ваш смотреть? Сядьте правильно. Ну, что вас, кто говорит? Вы говорите, что вы единого Бога, да? Да, единого Бога, Творца Неба и Земли. Хорошо. Зайдем в церковь. Вы сейчас можете говорить, чтобы ни разу не заругаться? Ну, конечно. Смотрите, иначе вам будет стыдно, больно, и Господь накажет, если будете лгать. Давайте, говорите, пожалуйста. Ну, вот смотрите, говорю, заходим в церковь. Сколько там икон стоит? Я не знаю, насколько у нас, допустим, я посчитал, 475 изображений. Да. Кого мы верим тогда, если бы в 475? Ну, вы не опровергайте, когда ответ они услышали. Веруем во единого Бога Отца. А это святые, которые достигли совершенства по милости Божией. Неужели я и Серафим Саровский равны? Или Сергий Радонежский? Ну, то есть это все равно называется идолопоклонство. Наверное, идолопоклонство. Это вам сектанты мозги сбекренили. Еретики разные, баптисты и другие. Не, ну я вот верую, допустим, по-своему. Ну, по-своему нельзя. Верить надо по Евангелию. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 48 стих говорится. Иисус сказал, и не я говорю, Господь. Что? Слово мое в последний день будет судить человека. Слово его, то есть святая Библия. Поэтому надо быть осторожным. Откуда тогда посусторонний мир появляется? А откуда появляется? Очень просто. Мы считаем число 16 глава. Когда Моисей выявил народ, на него восстали некоторые, дофан, Аверон и Корей. И они решили отделиться. Всех, кто образовать. И Господь сказал, что Моисея, завтра я покажу, кто мне угоден. Отойдите от них. И они с женами, с детьми, со скотиной, с шатрами провалились живьем в преисподнюю. А в Библии написано 1 Коринфянам 10, 6, 11. Это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они походливы. Для нас, достигших последних веков. Все ясно. Спасибо за общение. Ну, это не полное общение. Вы, если хотите больше иметь, большие у нас ресурсы, вы зайдите по скайпу, зарядите. Игнатий Лапкин, это я. Все, понял. До свидания. По скайпу. До свидания, с Богом. Продолжение следует.